Девушки отдыхают Своими вопросами реже, тоже не совсем это правильно, не в плане того, что забудут, не забудут, но появляются те вопросы, которые нужно решать, даже с уровня республики, я бы хотел сказать, может быть, даже на федеральный уровень. Первая наша остановка – это детский дом Абазинский. Знаем, что не первый год шефствуете, да, то есть это уже такая традиция. Вот для вас личная работа с детьми, которые остались без родителей, да, на попечении государства, она вам приносит какое-то личное удовлетворение? Для того, чтобы понять, насколько нужно этим детям наше участие, наше присутствие, появление там, нужно просто быть в этот момент с детьми. Действительно, мы периодически не просто заезжаем в детский дом, заезжаем мы с некоторыми подарками, собираем, депутаты, скажем, собирают небольшую сумму. Это подарки для именинников на день рождения, это, может быть, подарки к Новому году. И дети радуются и подаркам, и вниманию. Вообще шефству нужно всегда. Помощь нам, поймите, нужна любая, малейшая, что-то там помочь, даже в материальной помощи, и то это надо, понимаете. Такие люди нам очень нужны. Дети нуждаются буквально во всем. Работа с населением всегда достаточно тяжела в эмоциональном плане, да, надо всех выслушать. Где берете сил? Как вообще настраиваете себя вот непосредственно на личный прием? Потому что люди приходят не от хорошей жизни. Ну, если у людей много проблем, значит, эти проблемы существуют в обществе в целом. Значит, нужно их решать. Вот эти последние выборы, год назад, которые проходили, мне предложили баллотироваться заново по Абазе. Причем предложили карасабазинцы, многие обратились с просьбой с такой. Меня что порадовало, честно вам, откровенно говорю, люди помнят, хотя прошло 8 лет, 8 даже с лишним лет, и вспоминают те вещи, о которых я не всегда же помню. Вот где-то там один вопрос был, совместно решили, я всегда стараюсь подчеркивать людей, если есть вопрос, я за него могу убраться, при условии, что мы этот вопрос решаем совместно. Не просто загрузили проблемами и со стороны смотрим, как кто-то там решит за них эти проблемы. Нет, ни в коем случае так нельзя. И когда вот в этом процессе вращаешься ты и тот заявитель, он понимает, насколько непросто все это решается, но в конечном итоге что-то получается, люди это помнят долго. Можете озвучить, с какими проблемами именно абазинцы приходят к вам? То есть, где сегодня наиболее такие болевые точки в городе? Ну, если в общем сказать, безусловно, тревожит всех судьба их предприятия, главного предприятия. Еще и прошлый год весь, и сейчас есть тревога, не улеглось. Когда у людей появится полная уверенность в том, что здесь стабильно, я вас заверяю, что там настроение будет лучше. Все остальное крутится рядом. Ну, как бы надеюсь на что-то, на что-то надеюсь. Я думаю, что это уже все-таки верховная власть. Думаю, надавят. Потому что по кругу идет. Сегодня у вас намечена также встреча с женсоветом. Вот вы от встречи с ними чего ждете? Поручите услышать их настроение. Настроение услышать, как они понимают ситуацию в Амбазии. Вот это главное, понимаете? Конкретные там вопросы, жалобы, это вот мы на приеме услышали. А общий фон они передадут. Это как и общество инвалидов, общество ветеранов, как молодежь. Они говорят о том, что происходит в целом. Это вот, я считаю, что очень важно. Первая встреча, и хотелось бы, чтобы Юрий Александрович, может, когда приезжал, встречались, интересовался бы нашими вопросами. Выбор народа, он все равно несет у собой... Он осознанный выбор. Да, 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 он осознанный. И вот это доверие людское, оно не в тягость. Вот ответственность такая излишняя перед населением, тем более, когда встречаешься вот сразу на глаз. Еще раз, я неоднократно, вот даже сегодня это звучало, и везде не устаю повторять, это непочетная обязанность. Тот, кто посчитал, что депутат это красиво и почетно, тот долго не задержится. Это обязанность, которая требует большой ответственности перед населением и большой-большой работы. Вот это точно, не сомневайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!